И сейчас мы с вами будем во всем этом разбираться, а также наводить порядок. Обратите внимание, креветки просрочены, причем срок годности истек очень давно, и его это смутило. Он их понюхал, но после этого он все равно закинул их в воду, махнул вот так рукой и говорит, а ладно, все нормально. Он сейчас ложки поел рис и туда же эту ложку положил, ну попробовал. Всегда используется ложка отдельная, ты пробуешь и не над тарелкой, а от тарелки, и эту ложку потом сразу убираешь. Обратите внимание, друзья, он все это готовит, рядом же лежат ошметки рыбы, сыр с истекшим сроком годности. Он его понюхал. А ты посмотри, как он его берет руками, которые он ни разу нормально не сполоснул. Когда я алмазу показывал нашего живого карпа, из которого нужно приготовить сашими, после этого я повел его на кухню. И в это время мои помощники заменили карпа на другого мертвого и покусанного кошкой. Интересно, заметит ли он, что что-то не так? Будет ли он использовать его в пищу? Смотри, будет. Скажем просто, будет. То есть он даже не заметил, что карп сдох и его пожрал окошко? Или ему на это наплевать? Бля. Господи, какой ужас. Он собирается нам это приготовить. Мы же у него просили сашими, а он сейчас делает что, стейк? Он делает, да, он даже унифилирует. Человек просто заходил и заработал 5000 рублей. Он сказал, я повар, вам нужен повар, можешь? Могу. Я считаю лично, что этот человек к работе повара никакого отношения не имеет.